Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня с нами на прямой связи по скайпу российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните нам, также пишите в WhatsApp 230 6191 и можете также задавать вопросы в фейсбуке на моей страничке Вадим Родионов, латинцы Родионов через «А». Мы будем ваши вопросы озвучивать и задавать нашему гостю. Да, Станислав Александрович, ну вот в Москве на днях и Санкт-Петербурге и нескольких других городах России прошли марши памяти Бориса Немцова. В акциях приняли участие тысячи человек. И Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. То есть сегодня ровно 4 года, да, с момента его гибели. На ваш взгляд, как изменилась Россия за эти годы, если в таком глобальном смысле посмотреть? Россия изменилась в направлении закручивания ГАЭК, становления той модели авторитаризма, основы которой были заложены еще в середине 90-х годов минувшего века. В этом смысле инерция развития никак не изменилась. Вектор развития, независимо от того, сколько времени прошло со дня гибели Бориса Немцова. Но если говорить о такой программной статье, которую Владислав Сурков, помощник президента, написал о том, что Путин вечен. И путинист в России вечен. Я сейчас немножко утрирую, но смысл примерно такой. Вот насколько она справедлива, эта статья? И насколько справедлива такая точка зрения сегодня в России? Статья эта абсолютно справедлива по одной единственной причине. Что у этой статьи один читатель, это сам Владимир Путин. И цель этой статьи, в общем, поцеловать начальство в задницу. Никакой другой идеологической, историосовской, философской ценности этот документ не имеет. Хотя, впрочем, если скрасить немножечко пилюлю ее автора, я бы сказал, что там описан глубинный народ. А глубинный народ, видимо, это люди, которые живут на дне. Это архетипические персонажи пьесы Алексея Максимовича Горького на дне. Барон, актер, сатин, как воплощение этики русского труда. То есть, может быть, это имел в виду Владислав Юрьевич. А может быть, что, когда ты живешь на дне, у тебя нет никакой возможности подняться, действительно, и вырваться, поскольку над тобой толща мирового океана. И ты можешь двигаться только в одном направлении, пробивать дно. Вот этим, собственно, российский народ, и Россия в целом занимается все в последнее время. Вы говорили в одном из интервью, что, когда путешествовали по регионам России, вы сделали такой вывод, что народ ненавидит Путина. Нет, я этого не сказал. Народ не любит ненавидеть начальству. А начальство – это не Путин. Это местная бюрократия и богатые люди. А Путин – это кто? Путин снова уходит за скобки. Он вынесен за скобки. Начальство – потому что он легитимный царь. И на него эта ненависть не распространяется. Он просто констант, постоянная величина. Это точно так же, как нельзя ненавидеть солнце или луну. А вот каких-нибудь голубей, грачей, ворон, ящериц – можно ненавидеть вполне. То есть получается, что Путин наделен таким сакральным смыслом представления российского народа. Он является президентом в том смысле, в каком термине используется в демократической системе. Он не избран на выборах. Его власть от Бога. Ну вот вы в одном из недавних интервью заявляли, что те люди, которые считают, что президента Путина интересует его рейтинг, они очень, ну, мягко скажем, сильно ошибаются. Ведь рейтинги, они основываются, как правило, на таких четырех показательных группах. Первая – это позитив, например. Вторая – это смесь позитива и негатива. Негатив и безразличие, ну, как правило. Вот какой из этих четырех пунктов, или, может быть, я не знаю, альтернативный пятый вариант, вы скажете, да, подходит сегодня в отношении нынешнего президента России? Ну, пятый пункт всегда самый важный, как мы знаем сейчас, с советских времен. Поэтому с него мы и начнем. Понимаете, социологические опросы не описывают отношение народа к Путину. И в России же существует шизферническая ситуация, как многие люди критикуют политику Путина, его правительство, его назначение, его губернаторов, собственную бедность, а при этом все равно голосуют за него на самом деле, приходя на избирательные участки. Потому что выборы в России – это референдум о доверии власти, которое сформировано до и помимо выборов. Путин – царь, царю не может быть альтернативой. И в этом смысле никакие социологические изыскания или колебания народных настроений не влияют на эту ситуацию. Но история в России ведь показывает о том, что когда царь уходит, то к нему не испытывают чувства любви или даже чувства благодарности, потому что можно вспомнить и предреволюционное настроение, затем, в общем-то, любого генерального секретаря, который уходил, и потом его вспоминали, ну, мягко скажем, не очень хорошо, и чаша себе не обошла. И Путина. Другое дело, что все равно будет приведен в действие механизм династического наследия. То есть вместо Путина займет его формальный преемник, даже если потом преемник, условно говоря, вынесет его из Мавзолея. Но это обязательно должен быть преемник, потому что если смоделировать, пока, как кажется, немножко похранится такая абсурдистская картина, но если Навальный станет, допустим, президентом России, не получится ли так, что он тоже станет царем и вождем? Пока что он сам этого хочет. Он хочет стать и царем, и вождем. И это при всем огромном уважении к Алексею Анатольевичу, его личным достоинством и качеством меня и останавливает от его поддержки. Не дает мне возможности его поддерживать, поскольку я считаю, что Россия исчерпала лимит на царей и вождей, и России нужна нормальная парламентская демократия, европейского образца, где никаких вождей нет. Но Алексей Анатольевич считает иначе. Он считает, что нет смысла и бороться за власть, если ты не становишься в итоге очередным Путином или Сталином. Я не имею в виду тождицу взглядов Алексея Анатольевича с упомянутыми лидерами, я имею в виду модель власти. Но Алексей Анатольевич и Навальный может стать вождем в двух случаях. Или если его назначит Владимир Владимирович Путин своим преемником, или если произойдет крушение власти, она же революция. Она же революция. Но не на выборах. Что понимает прекрасный сам господин Навальный, который еще много лет назад сказал, что власть сменится не на выбор. Вы как раз в одном из интервью говорили о том, что Навальный похож на Путина. В чем это сходство? Могли бы пояснить? В отношении к власти. То есть к тому, что стране нужен вождь. Стране нужна инстанция власти, в которой сконцентрирован максимум полномочий. Иначе управлять этой страной, держать ее под контролем невозможно. Эти полномочия могут быть использованы в том или ином направлении, в борьбе с коррупцией или в утверждении коррупции, в пользу одних людей или против них. Но сама модель власти та же самая. В этом смысле Навальный молодой Путин. Именно поэтому он пользуется поддержкой многих людей, которые любили Путина в начале нулевых годов XX века, XXI века, прошу прощения, которые были очарованы Владимиром Владимировичем как русским пиночетом, а потом в нем серьезно разочаровались. И, соответственно, их ожидание вождя перешло на молодого лидера Алексея Анатольевича. Почему, на ваш взгляд, все-таки либеральная общественность? Это достаточно абстрактное понятие, есть разные группы, но, тем не менее, поддерживает Алексея Навального. Видите, наверняка эти тенденции заметны многим людям, которые принадлежат и представляют себя к либеральным Потому что либеральная общественность, она составная часть российского общества. А в российском обществе совершенно не истреблена тяга к сильной руке и к авторитаризму. То есть тяга к хорошему царю, она присутствует во всех стратах российского народа, в том числе и среди либеральной общественности. Но есть часть все-таки общества, для которого это неприемлемо, и та не поддерживает кандидатуру Алексея Анатольевича Навального как будущего российского лидера, хотя и отдает должное его уму, мужеству, решимости и принципиальности. То есть получается, что в этом смысле российский либерал ничем от российского консерватора не отличается по большей части? Значительная часть российских либералов ничем не отличается от значительной части российских консерваторов. Скажем так. Ну а что касается оппозиции в России сегодня, она реальна, на ваш взгляд? Нет. Она может существовать только внутри, собственно, путинского аппарата. То есть это мастера шарфов и табакеров, которые, будучи недовольны дальнейшим курсом на милитаризацию страны и ее изоляцию от международного сообщества, могут как-нибудь решить проблему так, как дворянство и Александр I решили проблему с Павлом I. Да, но силы, которые называют себя сегодня оппозицией, они могут сплотить вокруг себя здоровые умы общества вообще в состоянии это сделать? Смотря, что мы понимаем под здоровыми умами общества. Тут, видимо, придется звать на помощь психиатров и психотерапевтов. Скорее, надо говорить не о здоровых умах, а о неких ценностях. Но здесь, собственно, и в узкой прослойке интеллектуалов есть значительное расхождение в отношении тех ценностей, которые должны лечь в основу постпутинской власти, что мы только что обсудили на примере отношения к Алексею Навальному. Поэтому нет, я не вижу никаких серьезных субъектов, которые могут поколебать эту власть без того, чтобы она разваливалась изнутри. Это первый сценарий. Второй, как я уже сказал, назначается преемник, который может по взглядам существенно отличаться от своего предшественника. Но при этом формально все равно он будет преемником Владимира Владимировича. Но, ребят, насколько сегодня российская власть стабильна, насколько сильны противоречия внутри аппарата и, скажем так, сил приближенных к Владимиру Путину? Есть ли там тревожные тенденции? Противоречия сильны, но они всегда были сильны. Они обостряются в последние пять лет в связи с развязанной Кремлем гибридной войной, соответственно, санкциями против России, а поскольку жизненные стратегии большинства представителей российской элиты были ориентированы и остаются ориентированы на Запад, все это элиты не устраивают. Но сценария, как отодвинуть Путина от власти, пока ни у кого нет. А если даже он есть, то нам этот кто-то этого не расскажет, естественно. Поскольку он не хочет быть убитым превентивно. То есть, поэтому о проведении в действие шарфов и табакерок, которые гораздо более мощное орудие, чем ракета «Авангард», мы узнаем только постфактум, но не заранее. Вот вопрос, который пришел к нам в Фейсбуке. Как вы считаете, Путин в колее или нет? То есть, предопределены ли действия той линии, в которую он вошел или нет? Сможет ли он выйти из этой колеи добровольно? Нет. Политически он может сделать все, что угодно, поскольку он всевластный правитель. Он абсолютный монарх. Нет никаких институтов или законов, которые его бы сдерживали и ограничивали. Но психологически он не может выйти из этой колеи. Я здесь не буду подробно излагать мою длинную и занудную работу по психоанализу Владимира Владимировича Путина 2016 года. О том, как Путин пошел на третий круг в своем саморазрушении, но в двух словах скажу, что Путин всегда на уровне психологии бессознательного, Путин всегда был выгодоприобретателем крушения тех систем, которым служил. Первый его карьерный рывок связан с крушением Советского Союза, хотя казалось бы, он был его верным слугой. Второй карьерный рывок, когда он стал президентом с крушением Анатолия Собчака, его экс-босса мэра Санкт-Петербурга. И вот сейчас он бессознательно идет на третий виток саморазрушения. Сойти с этой колеей он не может. Кроме того, Путин является тем, что называется контроль фрик, фанатом контроля. Контроль – это главная его внутренняя ценность. А как известно, опять же, из судебно-медицинской психиатрии, многие убийства связаны с тем, что субъект контроля, тот, кто хочет контроля, видит обретение тотального контроля в убийстве объекта контроля. Вот, например, муж ужасно любит жену, ревнует ее в конце концов, как Ателло убивает. И в этот момент, конечно, он понимает, что он обладает ей всецело. Вот это именно то, что делает сегодня Путин с Россией. Я не вижу возможности, если только ему не явится святой апостол Павел по дороге из Москвы в Сочи, и чего-нибудь не объяснит, я не вижу возможности, чтобы он свернул с того пути, которым идет. Вот вопрос нашего радиослушателя Сергея. Путинизм вечен, а Трамп вторичен? Вот так он его задал. Трамп не вторичен. Трамп – это отражение вполне понятных трендов, связанных с тем, что значительная часть избирателей на Западе в евроатлантическом мире раздражена традиционными элитами, которые всех достали. Которые, с одной стороны, стали очень скучны, с другой стороны, слишком засиделись в своих мягких крестах. И в этом смысле явлений Трампа, явлений Макрона, хотя Макрон по идеологии отличается серьезно от Трампа, или, скажем, нынешняя правящая коалиция в Италии. Это все всходы одного и того же посева, цветы, выросшие на одной и той же клубе. Путин к этому не имеет никакого отношения, просто пытается этим воспользоваться. Его устраивает и радует любые антисистемные проявления в евроатлантическом мире. Он видит в этом кризис глобальной демократии, пытается доказать самому себе, а через себя и всему остальному миру, что демократии де-факто нет. Это фикция. Вот, собственно, эти тезисы содержатся в очередной раз в упомянутом вами опыте Владислава Юрьевича Шеркова по тому, что это очень нравится Путину читать такое. Ну вот один писатель, Себастьян Фолкс, сказал так, может быть, расплывчато, но мне его фраза показалась очень интересной. Он сказал, что можно, конечно, назвать Трампа славным парнем, но ситуация весьма тревожная. Вот на ваш взгляд, для кого фигура Трампа сегодня вызывает такие опасения, тревогу? Для каких стран? Фигура Трампа вызывает опасения для всех сторонников традиционной социальной демократии, потому что он, безусловно, нетрадиционен в этом смысле. Он труднопредсказуем, он ведет себя не так, как обычный вашингтонский политик. Для него Твиттер важнее сложившейся системы средств массовой информации. Но вместе с тем не будем забывать, что Твиттер действительно важнее объективно не для Трампа, а для всего мира. Становится все более и более, чем средства массовой информации традиционного формата. Социальные сети будут вытеснять и вытеснять. Да, а кроме того, у Трампа есть базовый электорат, эти 35%, это, скажем, герои фильмов Саша Барона Коэн, которые никуда не денутся и проголосуют за Трампа в 2020 году, и остальное уже будет зависеть от того, сможет ли демократическая партия выдвинуть достойных кандидатов, готовых сокрушить Дональда Джоновича. Но при этом мы должны понимать, что если такие кандидаты в демократической партии есть, то они тоже будут отчасти антисистемными. Это не будут политики, похожие на Хиллари Клинтон. Это будет свой демократический тоже почти полу-Трамп. Потому что Деректора Народа устава традиционных элит. Станислав Белковский, политолог у нас на прямой связи. Звоните нам в 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните за рубежа код плюс 371 и пишите в WhatsApp 230-6191. Вот вы как рассказали о растущем влиянии социальных сетей. В России сейчас рассматривается возможность того, чтобы сделать интернет суверенным. Соответственно, каким-то образом его, как говорят одни, защитить, а вторые ограничить. На ваш взгляд, насколько это перспективная идея? Может ли у России получиться делать изолированный интернет? Нет, потому что это противоречит самой философии интернета, а также глобальным трендам развития. В истории всегда проигрывает, знаете, есть первый всеобщий закон Белковского, который гласит, что в истории всегда происходит то, что должно произойти. Смысл этого закона, может быть, не сразу понятен, в том, что рассуждение на тему «что было бы, если бы», вот это сослагательное наклонение в истории, оно абсолютно бессмысленное и незачем тратим его время. Раз что-то в истории случилось, значит, так и должно было случиться, и альтернатив не было. А первое следствие из первого всеобщего закона Белковского гласит, что всегда проиграет тот и тогда, то и когда идет против истории. Но, конечно, дрова будет наломана в процессе немаловозможных. Ну вот вы как-то, отвечая на вопрос о том, не боитесь ли вы преследования за свои высказывания, сказали, что прикидываетесь идиотом обычно. И все-таки вот какую цель вы преследуете, высказывая свою позицию, да? То есть какую аудиторию вы видите для себя? Какая аудитория может вас понять? Я не прикидываюсь идиотом обычно, это не совсем правильная формулировка. Я им прикинулся раз и навсегда, с самого начала. То есть я играю роль Шута. Роль Шута – это важная мифологическая единица. Да, он же и трекистер и так далее. Шут, как мы помним по классической литературе, например, Королю Лиру, это, в общем, второй человек после Короля, а в некоторых вопросах и первый. Другое дело, что Шуту позволено говорить, ему позволено говорить потому, что он не претендует на престол, никаким образом ни на какие блага, связанные с престолом. Вот эту роль Шута я играю. Ну, какую вы видите аудиторию, которая к вам прислушивается? Ну, мне сложно ее оценить, поскольку я не провожу соответствующих социологических исследований. Но я думаю, что, опять же, в масштабах всей России ко мне прислушивается несколько единиц процентов, а среди активной аудитории, ну, так сказать, несколько десятков процентов этой небольшой активной аудитории, и для меня ее лояльность очень важна. Понимаете, я не политик, опять же, я не борюсь за власть, я не поп-звезда, мне не нужны концерты на стадионах, поэтому мне не нужна громадная аудитория, мне нужна именно маленькая лояльная аудитория. Получается, что именно с помощью такого образа можно выживать политологически и политически сегодня в России, потому что и Алексей Венедиктов, не скрывая, что он использует эту роль, и другие, ну, в парламентской так называемой оппозиции, потому что Жириновского к ней не причисляют, те, кто считает себя оппозиционером, но, тем не менее, роль Шута отведена именно Владимиру Жириновского из ЛДПР. То есть, это возможность выжить сегодня в этих условиях? Ну, по-моему, это очень понятная ниша и функция. Понимаете, власть не боится, что я неожиданно пойду в губернаторы, или вдруг займу большой пост в Газпроме, что у меня есть такие амбиции. А раз так, то мне позволено говорить. Ну, конечно, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что когда съеживается пространство свободы, оно съеживается в том числе и для меня, а риски мои растут. Ну что ж, сейчас нам нужно будет сделать небольшой перерыв, буквально на несколько минут. Мы прервемся и потом продолжим. Я напомню, что сегодня гостем программы «Абонент доступен» стал российский политехнолог и публицист Станислав Белковский. Мы продолжим и будем принимать ваши звонки. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня с нами на прямой связи по скайпу российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский. Еще раз здравствуйте. Еще раз добрый вечер. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9. И 672-13-93-9. Звоните, задавайте вопросы нашему гостю. И также можно писать нам в WhatsApp 230-6191. И у нас есть звонок. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, Сергей Регин. Да, слушаю вас. Я так понимаю, он был участником марши мира в 2014 году за Крым и так далее. Если это не так, пусть поправят меня. Но как это коррелируется с его высказыванием о ненесении локального превентивного тактического удара ядерного по Крыму, который он опять-таки излагал на всех средствах массовой информации? Не является ли это высказывание разжиганием войны касательно коренных народов СССР и так далее? И второй вопрос. По поводу его высказывания. Мне надо трястись над территориальной целостностью России. Извините, Российская империя была немножко в других границах. И основной вопрос. Как долго он будет сидеть в воздух? Благодарю. Всего доброго. Да, такой комментарий, такие вопросы. Господин Балковский, вам слово. Ну вот, начну с последнего вопроса. Сидеть в воздух я буду так долго, как позволяет мне Господь Бог. Ибо это он дал мне такое право. Он же его и заберет обратно, а не уважаемые радиослушатели. Тут не надо обольщаться. Что только что позвонивший, который является дураком и хамом, будет мне указывать, что я должен делать, а чего я должен делать, не должен. Значит, я, поскольку отвечать на вопрос у дураков не всегда приятно, но приходится. Я отвечу вкратце. Значит, я не говорил о том, что надо нанести ядерный удар по Крыму, а предполагал такую возможность со стороны американского флота. И в марше меры участвую, естественно, выступают за мир. А что касается территориальной целостности, это было сказано в контексте островов Южно-Курильской гряды, которые, я, безусловно, считаю возможными передать под японскую юрисдикцию при соблюдении определенных условий, в первую очередь, если Япония поддержит выход России из режима международных санкций, поскольку Россия не может слишком долго жить без доступа к международным рынкам, капиталам и технологиям. Большое спасибо. А на ваш взгляд, насколько вообще проблема Курильских островов актуальна сегодня, и может ли случиться так, что Россия все-таки передаст эти острова Японии? Если будут согласованы взаимовыгодные условия, то и сделаем. Острова Южно-Курильской гряды ведет малонаселенные территории, я внимательно их изучал, с крайне низким уровнем жизни населения, которые гораздо ближе территориально к Японии, чем к России. И это не значит, что их надо просто взять и подарить Японии. Нет, конечно. Но еще раз говорю, что если можно договориться с Японией о том, что она приоткроет России форточку к международной рынке капиталов и технологий, если Япония станет стратегическим партнером России в сдерживании Китая, что очень важно, поскольку Китай – существенный источник угроз для России и обустройстве инфраструктуры, почти не охраняемой на сегодняшний день Россией, к китайской границе, то да, есть предмет обсуждения. Вот вы как-то заявили, что цена человеческой жизни в России, точнее, цена человеческой жизни на Западе, она очень велика ее ценность, а русский человек, по вашим словам, не стоит ничего. Вот почему, на ваш взгляд, ценность человеческой жизни в России так ничтожна? Так, пожалуйста, исторически. Взаимоотношения власть и народ всегда были на этом построены, что масштабные исторические задачи решались в России за счет неисчислимых человеческих жертв. Собственно, это во многом заложено, естественно, монголами, как важными сооснователями, фундаторами современной российской государственности в период монгольского завоевания. Но мы это видим на всем протяжении. Ну, как, так сказать, собственно, мы видим, что сколько жертв, например, Советский Союз принес во имя победы в Великой Отечественной войне, несоразмерно всем другим государствам, что принцип мамки новых, нарожается, формулированный маршалом Климентом Ефремовичем Ворошилом, он действовал в разные эпохи и де-факто реализовывался разными правителями. Это очень прискорбно, но это так. В России, на ваш взгляд, сейчас есть темы, которые являются табу. Вы упомянули Вторую мировую войну, Великую Отечественную для Советского Союза, и действительно 27 миллионов погибших со стороны СССР, и 7 миллионов со стороны нацистской Германии, несопоставимые цифры. На ваш взгляд, почему на эти темы сложно дискутировать и поднимать вопросы, которые связаны именно с ценой, которая была заплачена за эту победу? Сложно, просто эти дискуссии не могут носить в России широкого характера, поскольку владь к ним относится весьма болезненно. Болезненно она к ним относится потому, что она черпает отчасти свою легитимность в победе во Второй мировой войне. Один из предметов гордости сегодняшней российской власти – это победа. Вообще скоро вы помните во времена Леонида Ильича Брежнева и его книг «Малая земля» и так далее. Возникали всякие анекдоты, типа того, что маршал Жуков позвонил на «Малую землю» посоветоваться с полковником Брежневым и так далее. Но при этом надо иметь в виду, что Леонид Ильич был настоящим, закончил войну настоящим генерал-майором в свои 38 лет и участвовал в параде победы. Поэтому к победе он имел самое прямое отношение, пусть и не на высших командных этажах. Вот у меня скоро кажется, что маршал Жуков уже начнет звонить Владимиру Ильичу Путину и советоваться о том, как побеждать немецко-фашистских захватчиков. И власть очень не хочет, чтобы ставился вопрос, действительно, ставились вопросы о цене победы. Ставились вопросы о том, что немцы встречали во многих регионах Советского Союза с цветами как освободителей. И не только в странах Балтии, но и на Украине, например. Чтобы, например, не обсуждался вопрос, вот я был на экскурсии в Киево-Печерской лавре, когда впервые много лет назад в Киеве, то экскурсовод неожиданно сболтнул, что вот лавра там закрылась при большевиках, а открылась снова в 1941 году. И тут я поймал экскурсовода за слово и сказал, а почему она переоткрылась в 1941 году? Тут экскурсовод понял, что он сказал что-то лишнее, этого говорить не стоило. Но поскольку пути назад не было, нужно было признать, что переоткрыли ее немецко-фашистские захватчики. Да, поэтому все в истории войны очень неоднозначна. И поскольку власть консолидирует народ, в том числе и вокруг идеи Великой Победы и черпает свою моральную состоятельность в этой победе, так как будто она имеет к ней какое-то отношение, то поэтому действительно дискуссия по деликатным, острым, горьким вопросам в истории Второй мировой войны в официальном российском информационном пространстве табуировано, как, впрочем, и по многим другим вопросам российской истории. Однако это не значит, что эта полемика не идет. Она идет. Просто в узких средах. Ну вот вы упомянули экскурсию по Киво-Печерской лавре. Как вы оцениваете те события, которые происходят в православном мире на Украине сегодня? Ну, я их оцениваю, с одной стороны, как закономерные. Потому что, несмотря на то, что Константинопольский патриархат долгие годы противился на автокефалии украинской церкви. И последний раз, во время предшествующего визита Вселенского патриарха в Арфоломею в 2008 году в Киев, он ясно дал понять, что вся церковная жизнь, вся православная жизнь на Украине – это компетенция московского патриархата. Но после аннексии Крыма стало ясно, что предоставление автокефалии резко ускорится. Также, собственно, сама РПЦМП, Русская православная церковь московского патриархата, настолько открыта и явно демонстрирует свою зависимость от светских властей, что очень трудно убедить кого-то, что политика Кремля и Путина это не имеет никакого отношения к РПЦМП и наоборот. К сожалению. Я бы и хотел убедить, но не получается. Я как прихожанин РПЦМП. С другой стороны, я смотрю, поэтому возникновение православной церкви Украины было неизбежным в обозримой исторической перспективе, так или иначе. А другое дело, я смотрю на это с тревогой, потому что мне не хотелось бы, я считаю, неправильным, что православная церковь Украина рискует попасть в такую же зависимость от светских властей Украины, как РПЦМП, находится в зависимости от светских властей России. Это хрен редкий не слаще. Шиву на мыло. Мне не кажется правильным, что православие используется как политический инструмент, особенно в предвыборной кампании действующего президента Петра Порошенко или чей бы то ни в лыше. Поэтому у меня смешанные чувства по отношению к этому. Есть у нас звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Господин Белковский, ну вот Путин, это ни фамилия, ни должность, это уже водораздел между светлыми и темными силами. Ну кто есть кто, тут не будем уточнять. Вот не кажется ли вам, что это все-таки не отправная точка, не причина от следствия Горбачева, Ельцина и так далее. То есть вот гедонизм Путина, то есть желание жить, это как бы спасает его, если бы он принял бы какую-то сторону в большей или меньшей степени, то есть революционером он был, его уничтожили, либералом, демократом вот тоже уничтожили. И второе, вот если немножко воображение включить, вот Крым тоже, вот раздел новейшей истории России, даже мировой, наверное, истории. Вот допустим, вы Путин, вот вы на месте Путина, конечно бы Крым там отдали бы, что там стоял бы американский флот, это даже все, значит, аналитики западные признают. То есть все-таки две войны, Крым, значит, сотни тысяч погибших, это ничего не значит для вас, наверное, лично и для демократов вообще. Вот если можно вообразить, вот мы, Путин, что бы вы делали на месте его в момент Крыма, когда его там собирались, значит... Да, мы поняли вас, да, спасибо за комментарий. Значит, я на месте Путина, там, к счастью, к сожалению, никогда не окажусь, но на месте Путина я бы не отдал Крым, естественно. Я бы не стал его аннексировать в 2014 году, да, я считаю, это огромная ошибка. Но уже когда он аннексирован, я, естественно, бы его не отдал, поскольку это противоречит представлению подавляющего большинства населения Крыма и России. Политически невозможно. Именно поэтому, собственно, я был против аннексии, потому что эта проблема не имеет под... Ее нельзя переграть на Запад. А все рассуждения о том, что там столетие войны пятого и двадцатого, ну и что? Ельзас-Лотаринге, кровь, земля Ельзаса-Лотаринге полита кровью, так сказать, столетних войн. И что, так сказать, сегодня эти территории находятся в составе Франции. Мы в Германии не видим, что это посыпает по этому поводу голову пеплом. И требует их вернуть за исключением каких-нибудь маргиналов. И вообще вся история мира это история войн. Если апеллировать к войнам прошлого, тогда нужно постоянно перекраивать карту мира, только тогда нужно определить точку, до какой мы будем ее перекраивать. Допустим, возьмем 1300 год. Давайте установим границы в Европе, поставим 1300 год, а до этого все аннулируем. Понимаете, вот апелляция к тому, что деды воевали, это попытка убежать от современных реалий и современных проблем. И от обоснования ценности и целостности нашей позиции сейчас, сегодня. Вот приводится какая-то аргументация пятой и двадцатой. А деды воевали. Ну, деды воевали, понимаете, не для того, чтобы мы сегодня, так сказать, спекулировали на их жертвах и лишениях. Не для того, для того, чтобы мы жили хорошо. Вот, поэтому Крым бы я не отдал. А Владимир Путин, он является, конечно, порождением Бориса Ельцина. Не столько Михаила Горбачева, конечно, сколько Бориса Ельцина. Он действительно его преемник. Просто он очень долго сидит на троне и, значит, действует в заданных обстоятельствах, поэтому меняются его подходы. Но он не является... Для меня лично, если вы спрашиваете мою точку зрения, он не является мерилом границы между добром и злом. Абсолютно нет. Я неоднократно и поддерживал Владимира Владимировича в разных его действиях, в разных его позициях, часто и не поддерживал. И вообще, как христианин, хочу вам сказать, что граница между добром и злом проходит в сердце каждого человека. Да, еще примем звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Для меня слово «война» ассоциируется я, мальчишка, трупы. Великость, противоположность, ничтожность. Поэтому скажите, вот эта простая победа, от великой победы, трупы, и само вот это разве это не шлифта, само слово «великое». Мне кажется, и у братьев она. Спасибо. Спасибо вам. Я был очень разборчив. Вы не могли бы мне поставить вопрос? Ну вот, как я понял, наше радиослушство действительно не очень хорошо было слышно. Он говорил как раз, можно ли называть победу великой. И он как раз сказал о том, что для него война ассоциируется с трупами, потому что он тогда был маленьким, он помнит их. Ну, понимаете, есть... Да, спасибо большое за этот вопрос. Есть военные правоза огромная, начиная от Виктора Петровича Астафьева и заканчивая Виктором Платоновичем Некрасовым, который описывает войну отнюдь не как торжество правды и справедливости. И где все эти, так сказать, оценки официозные, официальные, прошу прощения, зачепников истории подвергнуты существенной ревизии. Я все эти книжки читал. И мне не хочется войны, и не хочется трупов. И в этом смысле мне, я эти книги считаю необходимым, для меня не работает аргумент, что я вот не был на войне, и поэтому не имею права об этом судить. Таким же успехом я и в концлагере не был, и что я тоже не имею права об этом судить. Тогда сейчас выйдет какой-нибудь председатель профсоюза, надзиратель и освенцем, и скажет мне, а какое право ты имеешь говорить об освенцем, когда ты там не был? Да нет. Есть представления о добре и зле, которые вечные, которые передаются из поколения в поколение, в том числе, в помощи наук, искусств, ремесел, из уст пуста, и совершенно не обязательно быть свидетелем кровопролития, чтобы знать, хорошо кровопролитие или плохо. Кровопролитие – это плохо. Давайте из этого исходить. Да, еще примем звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер, Константин. Да, Константин, слушался. Такой вопрос вашему гостю. Основной претензией либералов России, в частности, ну и в мире, политика, в которой мне нравится независимость российской суверенитета, претензия Путина в том, что он слишком долго у власти, несменяемость власти, так называемая. Хорошо, предположим. Давайте посмотрим на Германию. Меркель сидит на своем посту третий срок. То есть это демократично. Династия Кейнеди отсидела в Америке чуть ли не четверть века. Это демократично. Династия Буша отсидела на президентстве в Америке в 8 лет. Это демократично. Да, задавайте ваш вопрос, чтобы наш гость мог ответить. Почему войны и стандарты применяются защитниками демократии только исключительно в отношении России? Да, спасибо вам. Значит, ну, когда там династия Кейнеди, где сидела, я так и не понял. Президент Кейнеди, как известно, был в власти меньше трех лет и был убит. Больше представители семьи Кейнеди не были у президента. Они занимали разные посты, но никто из них не был президентом Соединенных Штатов. Ангела Меркель является премьер-министром, то есть канцером в парламентской республике. Она может быть отправлена в отставку в любой день. У нее нет даже и десятой доли путинских полномочий. Это уже касается и американских президентов, хотя они не в парламентской республике, а в президентской. Полномочий у них больше, значительно меньше, чем у Путина. И в Германии, в Соединенных Штатах Америки власть этих людей ограничена прочными демократическими институтами. Вот сейчас Трамп очень многое хочет сделать, но ведь ему не дают многое сделать, потому что институты, в частности парламенты, суды выступают против. Поэтому два качественно разных вопроса. Длительность пребывания у власти диктатора с неограниченными полномочиями и длительность пребывания у власти лидера, который подчинен закону и демократическим институтам. Спасибо. Говоря об оппозиции, Михаил Ходорковский в интервью нашей программе сказал, что планирует вернуться в Россию в будущем, однако никуда не собирается избираться. Как вы считаете, есть ли перспективы у Михаила Ходорковского в политическом мире в России? Ну, после Владимира Путина возможно все, сейчас, конечно, нет. Но это зависит, понимаете, человек делает карьеру в политике или не делает в силу своих внутренних интенций, в первую очередь. То есть, ты сам политик или нет? Я не политик. У многих просто в голове каша, и всем каша, если какой-то человек известен, публично, то он должен идти в политику. Нет, это совершенно не так. Политика – это отрасль, которая требует особых умений и талантов, которых у меня, например, нет. Я твердо отдаю себе в этом отчет, поэтому политику не собирают. Если о нем у Михаила Борисовича, он должен в первую очередь сам ответить себе на этот вопрос. Да, у нас еще есть звонок. Только что был, сорвался. 672-12-93-9, и 672-13-93-9. Звоните нам, у нас несколько минут остается до конца эфира. Политтехнолог Станислав Белковский на прямой связи в программе абонент доступен. Также пишите нам по WhatsApp 2306191. Слушаем вас. Как вас зовут? Да, добрый день. Давайте, Вовочка, меня зовут. Можно тоже спросить? Спрашивайте. Про окружение Владимира Путина. Почему он держит за такие люди вокруг него, идут по карьерной лестнице, как Мутко, Чубайс. Почему они до сих пор у власти так долго сидят? Спасибо. Да, спасибо вам. Анатолий Борис Чубайс унаследован Владимиром Путиным еще от прежней команды, от Бориса Николаевича Ельцина. И, в принципе, Чубайс не совершил ничего такого, что с точки зрения Путина привело бы к его удалению из этой системы. Ну, потому что все-таки Анатолий Борисович возглавляет госкорпорацию Роснан, это крупный пост, но далеко не такой, какие он занимал в 90-е годы 20-го века. А в остальном, включая Виталия Леонидовича Мутко, Владимир Путин расставляет на ключевые посты людей, которым он лично доверяет, независимо от других их качеств. Это абсолютный приоритет. Людей, которые никогда его не сдавали, в его понимании не сдадут. И в этом смысле эффективность управления для него, это в том числе и поддержание стабильности сети таких людей. То есть лучше он пойдет назначить менее эффективного человека на тот или иной пост, чем человека, в котором он сомневается с точки зрения надежности. Это отражение его консервативного психотипа. Это не эксклюзивная путинская черта. В любой системе разветвленной, будь то корпорация, партия и так далее, мы можем найти людей с лидеров с таким психотипом, который по этому критерию подбирает карту. Ну вот Александр задает вам вопрос в Фейсбуке. Каковы, по вашему мнению, интересы Кремля в Прибалтике и есть ли вообще эти интересы? Каких-то системных интересов. Чтобы присоединить Прибалтику в страны Балтии и у Кремля нет. И никакого там военного вторжения естественно в Латвии не будет. Но гибридная война, которая идет уже с весны 2014 года, она естественно распространяется и на страны Балтии тоже. Ее важнейшая цель это поставить под сомнение институты Запада и демократии. Показать, что демократия фейк, что это фарш, что все неправда. Кругом сидят одни коррупционеры. Что просто одни коррупционеры воруют с российским размахом, с ансанго-саксонской скрупулезностью. Что по сути все это одно. Все одним миром мазаны. Что все плохо. Что нет прав человека. Не надо их защищать. Что свобода иллюзия. И нет свободы выбора оказывается. Как учит нас теперь Владислав Юрьевич Сурков. А вот христиан, основатели христианства учили нас почему-то ровно обратному, но в стране духовных скреп забывают. То есть как-то никто не обращает внимания, почему помощник президента вдруг явно крестовую поход против христианства начинает. На идейном уровне. И эта гибридная война и будет продолжаться. Это всякая мелкая пакость. Она и будет делаться просто для того, чтобы все видели, что российская модель бытия и сознания не такая плохая. Сейчас, естественно, будет большой скандал в России по поводу ухода Нила Ушакова. Возможно, у спорта на Риге будут дикие вопли о том, как латвийские националисты Нила Ушакова сожрали. Это будет доказательством того, что в Латвии крепнет фашизм. Завтра концлагеря уже, так сказать, опция Лиепа и до долгов пилса будут строиться стремительным домкратом. Это я уже предвижу и предчувствую. Но ничего страшного. Я думаю, что, понимаете, страны Балтии тоже не должны себя запугивать и оправдывать какие-то свои внутренние универицы российской угрозы. Прямой угрозы военной интервенции и каких-то подобных действий нет. Да, еще у нас есть звонок. Или сейчас уже нет звонка. Ну, вы же еще успеете нам перезвонить 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Ну, и тем временем звукорежиссер нам подсказывает, что время нашего эфира уже... Да, и перезвонить вы уже не успеете. Да, уже не успеете. Время эфира подошло к концу. Спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир. Спасибо, пригласили. Всем привет. Абонент доступен. Станислав Белковский был гостем программы. Спасибо, всего доброго и до свидания.